За последние сутки на Кубани по официальным данным COVID-19 выявили у 680 человек в 38 муниципальных образованиях. Диагноз подтвердили у 364 женщин и 323 мужчин. Среди заболевших 77 детей в возрасте от двух месяцев. Самому старшему зараженному – 92 года. В Краснодаре заболели 263 жителя, в Армавире – 8, в Новокубанском районе – 7, в Успенском – 4. В медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 612 271 человек, из них 28 142 ребенка. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 1933. За весь период 85 408 человек выписали с выздоровлением, за последние сутки – 934. 9 408 пациентов спасти не удалось, в том числе за сутки скончались 25 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ – 106 жителей, на ИКМО – 8. Всего за все время пандемии в регионе подтвердили 109 853 случая COVID-19. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию – 5010 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 2832 пациента. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус 24 847 кубанцев, в том числе 12 205 пациентов с COVID-19 на дому. В лабораториях края провели свыше 5 570 000 100 исследований. В России появилась тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса, заявила главный санитарный врач страны Анна Попова. Глава Роспотребнадзора уточнила, что 11 заразившихся новой разновидностью COVID-19 россиян были вакцинированы. Всего же, по ее словам, омикрон-штамм обнаружили у 16 граждан.